Посмотреть. А вон серван занесенный, дивана нету, ничего нету. Нет и счастливой жизни. В этом доме Светлана Абрамова провела 10 лет. Супругом и пасынком жили здесь по договору соцнайма. Сердце мужа остановилось три года назад. И его сын выставил мачеху на улицу. Я испугалась, за свою жизнь испугалась. Если бы я здесь осталась, я бы с вами здесь не стояла. Они бы меня или сожгли были, что-то сделали бы. Женщина ютится в съемной квартире. При пенсии 8 тысяч половину отдает за аренду. А еще полторы – за кредит, на который сделала ремонт муниципального жилья. На данный момент я сейчас не работаю, меня сократили. Но я так вот, кто просит где-то что-то, я помогаю за деньги. Все приходится делать. Где-то кому-то к бабушкам помыть схожу, где-то подстирать, где-то за продуктами сходить. Светлана Ивановна уже не раз обращалась в Каменскую администрацию оформить договор соцнайма на себя, ведь она законная супруга. Но оформили квартиру на пасынка. Он предоставил некую справку о наследстве, говорит женщина. Хотя речь идет о муниципальном, а не личном жилье. Но в администрации проблемы не видят. Говорят, и Светлана Абрамова, и Евгений Абрамов имеют равные права на квартиру. Они наниматели. Они должны решить между собой. Но есть другая сторона. Дом признан аварийным. Представляет угрозу жизни. Зачем ей туда переселяться? В этом году ей будет предоставлено живое помещение. Как и Евгению Абрамову. Одно на двоих. Кстати, сейчас связь с пасынком потеряна. Он живет в другом регионе. Но как только услышит, что дали квартиру, тут же примчится, боится женщина. В данной ситуации гражданке необходимо обратиться в администрацию в письменной форме обязательно. С целью того, чтобы они заключили с ней отдельный договор с целью найма. Так как она в данном помещении прописана и имеет на это право. В случае отказа юристы советуют идти в прокуратуру с жалобой на незаконное действие или бездействие мэрии. Или же сразу в суд. Только с договором на руках она сможет приватизировать жилье, чтобы продать свою часть и разъехаться. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.